Здравствуйте! Телекомпания RTVI и радиостанция «Эхо Москвы». Это программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. И сегодня у нас в гостях хорошо известный тем, кто давно следит за нашей программой, Константин Залезский, историк. Добрый вечер. Добрый вечер. И будем мы сегодня говорить... Мы вообще-то по хронологии уже зашли в 1944 год. Сегодня немножко... Хотя мы еще в самом начале 1944 года. Немножко мы сегодня забежим вперед в лето 1944 года. И будем сегодня говорить о покушении на Гитлера. Факт известный, история известная, с одной стороны. Но с другой стороны, я надеюсь, что наш сегодняшний гость раскроет, может быть, какие-то неизвестные, тем не менее, страницы вот той знаменитой истории покушения на Гитлера 20 июля 1944 года. Перед тем, как мы приступим к разговору, две вещи, которые я обязан сказать. Первое, это, конечно, напомнить вам номер СМС, номер, по которому вы можете послать ваши СМС. Это плюс семь девять восемь пять девятьсот семьдесят сорок пять сорок пять. И второе, накануне Дня Победы в нашем распоряжении оказался набор компьютерных игр за Родину. И вот этот набор включает в себя три игры. Сейчас вам точно скажу, как они называются. Первое. Вторая мировая освобождение Белоруссии. Вторая игра Смерть шпионом. Момент истины. И третья игра В тылу врага 2. Лис пустыни. Это из серии классические игры о Второй мировой войне, выпускаемой фирмой 1С. И мы сегодня имеем возможность разыграть восемь экземпляров вот этого набора компьютерных игр за Родину. Но для того, чтобы получить один экземпляр этой игры, вам нужно ответить на вопрос, который я вам сейчас задам. И вы по СМС будете на него отвечать. И первые восемь человек, которые правильно ответят на заданный вопрос, и получат эти игры. Вопрос такой. Вопрос, в общем-то, достаточно простой для тех, кто хоть как-то интересуется историей Второй мировой войны. Но, тем не менее, проверим немножко и ваши знания. Так вот, вопрос наш такой. Как точно называлось, можно по-немецки, можно и по-русски, резиденция Гитлера, в которой произошло покушение 20 июля 1944 года? Правильный ответ на этот вопрос равен получению набора компьютерных игр за Родину. Вот с такого подарочного вступления я начал сегодняшнюю нашу программу. Ну, а продолжим мы, значит, основной нашей темой. Константин, первый, наверное, вопрос мой даже будет касаться не самого июля 1944 года, а он будет более общий. Сколько вообще было покушений на Гитлера? Я сразу вам скажу, что я там смотрел разные источники. Цифры называют разные. Абсолютно разные. От четырех до, вы не поверите, может быть, сорока двух. Да, да, да. Это вопрос, скажем так, чисто математический, как вести подсчет. И что считать покушением? Да, и что считать покушением? То есть, если, предположим, тот же самый Штауфенберг, который бомбу взорвал 20 июля, он собирался... Только не проговоритесь, где? Да, в Растенбурге. В Растенбурге. Хотел, значит, взорвать ее сначала 11-го, потом 15-го. Там были определенные сбои, если интересно, потом мы на них остановимся. То есть, уже три покушения, да? И, значит, до этого Гитлера собирались убить там несколько офицеров каждое разное время во время демонстрации военной техники. Это все, скажем так, неосуществленные желания. Если говорить о покушениях как таковых, то есть, покушение какое-то совершенное действие, то, в принципе, это все ограничивается, ну, скажем так, пальцами одной руки. То есть, 4-5 покушений. Причем, опять-таки, из них только покушение Шталфенберга было действительно результатом серьезной подготовки и результатом именно заговора, а не, скажем, действием одиночки. То есть, действие одиночки, оно изначально было обречено на провал, даже если оно было так хорошо подготовлено, как вот взрыв Эльснера в Бюргер Бройкеллер в свое время. То есть, там хорошо было подготовлено, то есть, там он сделал место для бомбы и взорвал. Ну, оказалось, что не совсем в нужный момент, так сказать, Гитлера. Это на демонстрации в трофейной технике? Нет-нет-нет, это вот взрыв в Бюргер Бройкеллер на юбилее... Партии. Да, пивного пуча. Пивного пуча. Это когда Гитлер ушел за 5 минут до взрыва, и там погибло порядка 18 человек. А вот на демонстрации советской трофейной техники... Вот это там были, причем не они только. Он тоже ушел раньше времени. Он ушел раньше времени. Вообще, на демонстрации техники было предусмотрено, ну, то есть, скажем так, планировалось. Несколько человек планировали покушение на демонстрации военной техники, и они каждый раз срывались. Вопрос ведь, почему именно вот демонстрация военной техники? Ведь люди, которые готовились совершить покушение уже во время войны, вот офицеры немецкой армии, они были готовы покончить, то есть, не покончить с собой, а заплатить своей жизнью за это покушение. То есть, они не просто стреляли из пистолета в Гитлера, они чаще всего собирались взрывать бомбу, которая была на них. То есть, однозначно, гибель полная. И было в чем дело, до Гитлеру был практически невозможен доступ заговорщиков. Он находился в полной изоляции и в, скажем так, и под полной охраной. И почему, например, тому же Штауфенбергу пришлось самому закладывать бомбу? Хотя, на самом деле, как бы, Штауфенбергу нужно было не жизнью рисковать, а заговором руководить, потому что он был движущей силой заговора. Но никто другой не имел доступ к нему, не имел просто даже возможности. В свое время Тресков подал официальное заявление Хойзенгеру, это начальнику отдела Верховного штаба Вермахта, который имел непосредственный доступ к Гитлеру во всех его резиденциях, чтобы тот назначил его своим заместителем. Причем только для чего? Чтобы им получить доступ и совершить покушение. Ну, Хойзенгер и отказался просто, ну, в данном случае он предполагается. Ну, говорили там, что еще в 1934 году... Там, начиная с 1933 года, покушение... Что, Штрассер, да, когда он побежал в Прагу, он оттуда руководил какими-то, значит, покушениями. Да, может, значит, что этот самый, так называемый, Черный фронт Штрассера, он готовил покушение его с 1934 и до этого, что значит, на него готовили, еще на него готовили мстители Зарема. Тоже готовили покушение. Мифическая организация, которая, неизвестно, существовала в институте. То есть, бесконечное количество покушений... Вот, товарищ, я вам просто задам вопрос, который нам прислал Станислав Максименко из Калининграда. Вот, собственно говоря, он это и спрашивает. Сколько всего было покушений на Гитлера? Ну, попытались мы ответить. То есть, это не подсчитывается. На самом деле, было в районе 4-5, не больше. Ну, вот так вот серьезно. Вопрос такой, в общем, ответ на который достаточно есть. На какой из них было ближе всех достижений цели? Ну, это, видимо, что... Это, естественно, вот это, о чем мы сегодня будем говорить. В принципе, по большому счету, именно вот это покушение, оно единственное, как я уже говорил, результат серьезной подготовки, результат заговора. То есть, это не просто, скажем так, порыв души человека, одиночки, которые ненавидят Гитлера. Или даже группки маленькие. Да, которые ненавидят Гитлера, вот, и считают, что нужно его там убрать, там, ради блага Германии, или просто потому, что он преступник. Не важно. Извините, я вас перебью. У нас уже очень много правильных ответов, поэтому просто я хочу предупредить нашу аудиторию, что не надо больше присылать смс-ки. У нас победители уже явно совершенно есть. Есть ответов огромное количество, есть неправильные, но правильных уже намного больше, чем восемь. И поэтому, в принципе, вот именно это покушение, оно и рассматривается всегда так серьезно. То есть, не по поводу того, что кто-то там собирался бросить бомбу или выстрелить из пистолета. А вот именно потому, что это покушение, оно производилось тем же самым Штауфенбергом в расчете не просто на устранение, на физическое устранение диктатора Германии, а дальше абы как что будет. А предполагались какие-то далее политические ходы. То есть, превращение... Да, вот это бы хотелось как раз сейчас остановиться. Превращение Германии в какое-то другое государство, скажем так, ненационал-социалистическое. То есть, скажем, это так не просто заговор против Гитлера, а это был некий политический заговор. Да, политический заговор. Фактически переворот. Да. Фактически государственный переворот. Ну нет, просто это была, так сказать, попытка государственного перевора. — Вот скажите, группа заговорчиков, о которых вы говорите, и исполнителем воли которой был Штауфенберг, это довольно большая группа. — И не единая, скажем так. — Да, вот насколько она была едина, идейна, если хотите, насколько она была едина в представлении о том, что нужно делать после убийства Гитлера, насколько она была едина, и был ли у этой группы какой-то план, во-первых, внутреннего устройства Германии после убийства Гитлера, и, во-вторых, план по выходу из войны, по переориентации, так сказать, военных действий. — Это как раз было. Учитывая, что, скажем так, ну, в принципе, заговор, он состоял как бы из двух частей, да, из военной и из политической. Ну, то есть, офицеры, которые... — Я вас еще раз перебью, я вас умоляю, уважаемые, мне жалко просто того, что вы посылаете ваши смс. Ну, во-первых, не Орлиное гнездо, во-вторых, не Рейхстаг, как здесь пишут, и не Ростенбург. Значит, правильное название по-русски — «Волчь и логово» или «Логово Волка», а по-немецки — «Вольфшанце». Ответов уже даже не то что восемь, а уже по восемьдесят правильных, поэтому уже можно больше не присылать ответы. И, значит, политическая составляющая заговора, то есть, та группировка заговорщиков, куда входили политики, уже, скажем так, отстраненные, естественно, Гитлером от политического влияния, политической власти, у них были огромное количество разногласий. То есть, была, значит, сначала группировка, то есть, не сначала была вот та наиболее мощная, так сказать, наиболее мощная группировка, группировка, возглавляемая Гёрдлером и, соответственно, Беком, как военный Бек. Гёрдлер, человек, скажем так, не нацист, но немецкий националист, то есть, это вот были союзники нацистов, когда они приходили к власти, человек, который занимал в начале правления Гитлера высокие государственные посты, он был имперским комиссаром по ценам, значит, он был консерватор, и он был человек, скажем так, очень, ну, харизматичный, то есть, он умел вести за собой людей. А вот этот вот бывший бургомистр Лейпцига. Да, это он и был. Это Гёрдлером. Да, он просто одновременно был ещё бургомистром Лейпцига, и его потом всё-таки оттуда, да, оттуда. Но так он долго, почти до войны просидел, там, в районе 37-38 года его отстранили. Вот, он, значит, занимал позиции, скажем так, вот, с нашей точки зрения, с точки зрения, прямо, Советского Союза, да, он занимал позиции очень для нас неприятные. То есть, он считал, что будущее государства, которое должно быть обязательно устроено, оно, значит, связано с чем? Значит, во-первых, отстранение от власти национал-социалистической верхушки, но с полным использованием тех, скажем так, в кавычках, достижений национал-социалистического режима, которые были достигнуты при Гитлере. То есть, сохранение пропагандистского аппарата, сохранение, фактически... Сохранение Геббельса? Ну, без Геббельса. Но без Геббельса. Верхушку. Вместо верхушки приходят, соответственно, люди Гёрдлера. Фактическое сохранение СС. Сохранение структуры, когда Рейхстаг безвластный. То есть, это всё Гёрдлер оценивал как очень большие достижения нацистского режима. Парламент. Да, парламент. То есть, Гёрдлер не считал ту же самую Вермарскую республику слишком либеральной для Германии. И, в общем, собирался установить такой вот режим, такой, ну, довольно жёсткий. При этом, внешнеполитическая концепция его основывалась на том, что Германия, естественно, достигает договорённости с англо-американскими союзниками о будущих границах Германии. Причём, настаивая на границах 1938 года, то есть, на границах уже включённой Австрии в состав Германии. При этом, границы, значит, причём, при этом, значит, в своих документах, это сохранились просто, так сказать, протоколы, всё, его докладная записка, что, значит, с союзниками надо было ещё побороться насчёт Эльзаса Лотарингии. То есть, он не собирался отдавать Эльзас Лотарингию и Франции. Не говоря уж о том... А остальные завоёванные земли, ну, завоёванные... Нет, нет, это освобождение, там Голландию, это... Нет, я имею в виду, а вот те же Судеты. Нет, это до 1938 года Судеты остаются в Германии. А что касается Востока, то либо сохранение линии фронта, которая существует на момент, то есть, как бы, либо освобождение просто территории, либо освобождение Польши, ну, да, как бы Гёрдлер признавал, что Польшу всё-таки, видимо, придётся отдать, но всё-таки Данцевский коридор он предполагал оставить у себя, а Польше компенсировать это всё за счёт, как всегда, в Германии. Советских земель. Вот это была позиция группировки Гёрдлера. — То есть, её так условно можно назвать прозападной. — Совершенно прозападной и, можно сказать, антисоветской. Абсолютно. — Но была и другая группировка. — Да, была другая группировка, которую как раз фактически возглавлял Штаффенберг. В конце уже, в конце возглавлял Штаффенберг. Потому что там были... — Он был более убеждённым, скажем так, антинацистом. — Он был, да, он был убеждённым антинацистом. — Гёрдлеру там противостояли в основном те социал-демократы, которых ещё не дочистили. То есть, там вот Лёшнер, они как раз выступали за создание после свержения режима, за создание, скажем так, демократической либеральной республики. Штаффенберг же, который вот по воспоминаниям современников обладал, так сказать, очень большой это харизмой, очень большой даром убеждений, вообще был очень активный и инициативный человек, так сказать, заражавший всех своей энергией. Он как раз настаивал на том, что... — Для тех, кто смотрел фильм «Операция Вальтирия», это Том Круз. — Том Круз? Да, Том Круз. Значит, он настаивал на том, чтобы договорённость была достигнута не только с западными союзниками, а чтобы она была достигнута и с нами, то есть с Советским Союзом. Что невозможно выходить из войны, опираясь только на Запад. Надо обязательно... Была ещё очень небольшая группировка, которая вообще на нас ориентировалась. — Ну да, то есть они исходили, как я понимаю, вот эта группировка просоветская, условно её назовём. — Нет, была ещё одна, была ещё совсем маленькая, но она была совсем просоветская. То есть она говорила, что с Западом вообще договариваться не надо. Надо сделать переворот. — Да, и, собственно говоря, так же, как Германия замечательно договаривала с Советской Россией в начале 30-х годов, после Версали. — Да, то есть вывести войска, естественно, освободить все оккупированные территории и уже строить свои взаимоотношения, но не только с Западом, а обязательно, так сказать, в равновесии с Советским Союзом. — Причём штабом, например, осматривался СССР как гарантию, так сказать, для будущего Германии, что её там, ну, не будет, что поможет она нацизму всё-таки свернуть. Потому что это не так просто, между прочим, свернуть нацизму было. Всё-таки просто военный переворот, он предусматривает дальше всё-таки установление власти, контроль над обществом. А контроль над обществом без помощи извне, ну, это было практически невозможно. — Но все заговорщики — это вермушт. — Нет, политические заговорщики, они как бы не вермахти, но военная составляющая — это сухопутные силы. — Это сухопутные силы. — То есть не было ни авиации, ни флота. — Ни авиации. — Кстати, у нас кто-то спрашивал. — Это было связано с каким моментом? Значит, в Германии руководство вот этими тремя родами войск было достаточно обособлено друг от друга. И Штауфенберг, который действовал, был одним из локомотивов этого заговора, он находился как раз в руководстве, в Верховном командовании сухопутных войск он служил. И по роду службы он имел контакты прежде всего с офицерами сухопутных войск. Люфтваффе Геринга вообще считался националистическим таким подразделением, и туда вообще лезть было не очень удобно. А военно-морской флот Дюнница, он как бы тоже был несколько суверенен, потому что, ну, во-первых, он был небольшой, в том смысле, что по количеству личного состава. Во-вторых, служба, в общем, шла в основном в береговых, ну, я имею в виду, кого можно было задействовать заговоры, ну, не подводников же, которые плавают на Атлантике. Это, в общем, скажем так, неудобные... — И они были достаточно далеко от места событий. — Это береговые, это, прежде всего, базы во Франции, базы в Норвегии, ну, в общем. А в сухопутных войсках это все было очень, так сказать, удобно для Шталфенберга, потому что он работал, когда в Верховном командовании вермахта, он по долгу службы контактировал со своими генштабистами на местах, и, соответственно, как бы, условно говоря, плел в сеть заговоров. — Но мы еще об операции «Валькирия», я имею в виду, ну, может быть, и о фильме, но и о самой операции еще поговорим, но у меня вот какой вопрос. Тем не менее, значит, вот разные группировки с разными планами, как они... у них были какие-то договоренности или как-то... — Плехановская, что ли, фраза, да, что вяжемся в бой, нет, Ленинская, Ленинская, да. — Главная вязаться в бой. — Главная вязаться в бой, а там посмотрим, да? — Нет, нет, нет. — Или у них были уже договоренности, они уже посты между собой? — О, да, делили, делили, причем активно. Вот что хорошо всегда у заговорщиков, посты всегда поделены, поделены. Причем было, значит, уже после заговора, в принципе, ведь большинство материалов по заговору к нам пришло и из гестапо, результаты расследования, ну, собранные документы. Все в основном доклад, так называемый доклад Колькен-Ронера. Это доклад по поводу расследования заговора, так сказать, материала этого следственного дела. — Они попали к нам? — Нет, они опубликованы, так сказать, да, они известны. — Это просто, значит, там собраны очень многие документы. Вот, было составлено порядка четырех списков правительства, причем обсуждались они, так сказать, очень серьезно, дебатировались. — Кто канцлер? — Значит, вот тут была проблема. Значит, сначала на канцлера очень упорно шел Гёрдлер, ну, совсем упорно. То есть вот во всех списках он фигурировал. Потом пришел Шталфенберг, и как только пришел Шталфенберг, он начал Гёрдлера блокировать на пост канцлера. Причем очень упорно. И в конце концов он добился то, что на пост канцлера решили выдвинуть Лёшнера. Это социал-демократ, который вот сторонник более-менее демократической либеральной республики. В принципе, там не вызывало, в большинстве случаев не вызывало... — Президент. — Президент. Рекс-президент — это Бек. То есть вот Людвиг Бек — это рекс-президент. Он действительно лучше всех подходил на этот пост. Хотя он, в общем, тоже был консерватор, и нельзя сказать, что он был русофил. Совсем нет. Он был, в общем, тоже консервативный настроенный человек. Но вот он был лично представитель... — Бек еще, кстати говоря, поскольку мы говорили, хотя покушением это назвать нельзя, но он был одним из организаторов заговора против Гитлера в 1938 году. — Да, заговора, да. Которая не была связана с покушением. — Они его хотели просто арестовать и поднять в суду. — Да. Бек пытался поднять армию против Гитлера и просто отстранить его. — Но Мюнхен, все эти планы... — Да, все, но генералы его не поддержали. В принципе, шанс был, если бы генералы выступили одной, единой тогда. — Но когда Гитлер договорился с Семберленом тогда и с французами, то тогда уже было бессмысленно. — Потом нет, потом Бек пытался еще использовать чешский кризис очередной, но генерала не поддержали, на самом деле. Но он был лично кристально честный человек очень. — Бек-президент. — Бек-президент, значит, в последнем уже варианте. Илёшнер. — Канцлер. — Канцлер. Ну и остальные посты, так сказать, там вот распределены в зависимости от различных... Там Веслебин военный министр, так сказать, командующий вермахтом. Там разные посты, там глава германской, берлинской полиции на тот момент, граф Хельдорф, начальник германской полиции, сохраняет свой пост, да даже повышается в должности. Ну и, так сказать, там вот далее... — А как это, так сказать, разноцветное правительство, разношерстное, могло между собой, допустим, если все... — Да не, ну, знаете, никак. — Как бы они могли между собой договориться, какую бы политику... — Ну, значит, в принципе, в принципе, цель правительства была ведь одна. Цель правительства была какая? Предусматривалось, что после смерти Гитлера и после военного переворота Германия в той или иной степени будет оккупирована. То есть, имеется в виду в той или иной степени, имеется в виду непонятно, какой будет оккупационный режим. Либо он будет жесткий, ну, в смысле полная оккупация, либо он будет, скажем так, разрушение вермахта и гражданская администрация под контролем союзников. — Мы продолжаем программу «Цена победы». Напомню, что сегодня у нас в гостях историк Константин Залеский. Говорим мы о 20 июля 1944 года, то есть о покушении на Гитлера, неудавшемся покушении на Гитлера, который пытался произвести полковник Штауфенберг. Продолжим. — Да. Значит, значит, вот как говорилось, будет установлена какая-то гражданская администрация, и вот действия этой гражданской администрации... — Я просто напомню, что мы говорим о возможных планах заговорщиков. — Вот, и как раз заговорщики-то как раз рассматривали на то, что они будут не, скажем так, правительством Германии в полном смысле этого слова, а будут именно временным переходным правительством. — Переходным правительством. — Переходная администрация. То есть их цель, ну, как обычно, собрать конституционное собрание через какое-то время. И вот их меры, которые они предполагали принять после захвата власти, они были разработаны очень хорошо. Причём, мало того, что хорошо разработаны, с чисто немецкой пунктуальностью, приказы были отпечатаны на машинке. То есть были составлены приказы, не просто приказы, были составлены инструкции для глав городов, как надо действовать, как надо исключить из общественной жизни национал-социалистических всех функционеров, какие нужно предпринять меры по обеспечению продовольствия. Очень разработаны. — Ну, то есть они хорошо договорились о том, против чего они, да, но плохо договорились между собой за что. — За что, да. То есть там были, в принципе, всё ограничивалось именно, скажем так, конкретными мерами. Но они были разработаны очень хорошо. То есть фактически у них были готовы, ну, скажем так, пакеты чрезвычайных указов. — Ну да. Здесь вот... — А, например, вот так известная такая, как Крейзао-группа, которая была в своё время арестована Гестапо, она, кстати, к заговору, в общем, не имеет, мало имеет отношения, но она входила в круг заговорщиков, у них вообще была цель, они говорили, что вообще никакого покушения не нужно, вообще ничего не нужно. Нужно дождаться, когда союзники придут, тогда уже, что просто союзники придут, а вот мы готовое правительство. — Ну вот Дмитрий нам пишет, что генерал-фельдмаршал Ронштадт и многие другие писали, что если бы покушение удалось, ни немецкий народ, ни тем более армия не были бы довольны. Большинство были сторонниками режима, и, скорее всего, развалился бы фронт, и война бы кончилась раньше. — Нет, то что война кончилась бы раньше. Если бы Гитлер погиб, война кончилась бы раньше, чем в апреле 1945 года. — Но здесь есть ещё другой вопрос. Если бы Гитлер погиб, это не стопроцентная гарантия, что заговорщики пришли бы к власти. — Конечно, абсолютно. — Вполне бы власть могли захватить сторонники Гитлера. — Я бы сказал, что это слишком было романтическое настроение заговорщиков, что они придут к власти. В принципе, если довольно трезво так рассматривать ситуацию, даже если покушение на Гитлера бы удалось, то то, что удалась бы операция «Валькирия», это, во-первых, очень немного шансов. — Теперь про операцию «Валькирия». — Да, про операцию «Валькирия». — Это довольно такая тоже разработанная, серьёзная и очень масштабная по даже географическому охвату операция. — Да, операция. Причём, что самое, скажем так, интересное, и это хорошо показано, кстати, в фильме, что подпись под операцией «Валькирия» стоит Гитлера. То есть, это операция, которая была разработана командованием армии резерва на случай массового восстания иностранных рабочих с проникновением парашютистов иностранных. Гитлер вообще панически боялся завтра. Парашютистов? Это кошмар. И парашютистов. Почему-то парашютистов он боялся ужасно. — Ну, может, он считал, что это самое уязвимое место в воздухе. — И что значит? Операция была разработана, началась работать ещё в 1941 году. Что значит? На случай, если высадки парашютистов в тылу и одновременной восстании иностранных рабочих, даётся кодовое слово «Валькирия». Люди распечатывают, начальники командующие военными аквариумами распечатывают соответствующие конверты, где им получают приказ поднять по тревоге части армии резерва, а это порядка полутора-двух миллионов человек. То есть, вполне, так сказать, реальная военная сила. И взять под свой контроль пути сообщения, средства связи, наиболее важные промышленные объекты, общественные здания, поставить под контроль армии фактически всю инфраструктуру Германии. Вот это был приказ «Валькирия», который как раз в Стамфенберг и воспользовался тем, чтобы потом уже заговорщики, работавшие в штабе армии резерв, внесли ряд исправлений в этот приказ и добились утверждения их Гитлером, который, в общем, не особо читал, он, в общем, верил своим сотрудникам. И сделали этот приказ, в принципе, идеальным для проведения заговора. Главный минус этого приказа, операции «Валькирия» был в том, что он, с точки зрения Шталфенберга, Ольбрихта и других заговорщиков, там, Мерца, фон Квернхейма, предусматривал, что командующий военными округами, получив этот приказ, его выполнят. Ну, вообще, довольно умозрительная ситуация, что вот, и вдруг выполнят, вот даже они не будут там советоваться с гуляйтерами, что они не будут звонить в Берлин, узнавать, что случилось, что вот они, как правильный немецкий солдат, получив приказ, скажут «Сомбифиль» и выполнят всё, что им предписано. Ну, в общем, ситуация довольно, на мой взгляд, довольно как-то не очень так серьёзная. Слишком романтично. Слишком романтично, да. То есть, в принципе, среди... Хотя, конечно, большинство командующих военными округами, это были старые офицеры. То есть, это были, скорее, не национал-социалисты, а это были ветераны Первой мировой войны, которым места на фронте просто не нашлось, потому что они уже были в соответствующем возрасте. Но, тем не менее, когда покушение не удалось... Кстати, я здесь должен, наверное, сделать одну оговорку. Мы не говорим о подробностях самого этого акта. — Да, Шталфенберг, он достаточно хорошо известен. В конце концов, кто-то не знает это легко найти и прочитать. Как он там проносил портфель, как он его поставил. — Да, как полковник Бранд задел портфель, как он его поднял, поставил. — Задел, да, там поднял, да, и так далее. — Там в 12.42, значит, рванул. — Да, Шталфенберг вышел, улетел. — Ну, и так далее. — Да, это, в общем-то, легко найти. Нам интересно что-то сказать вокруг. — Да, так я, собственно, к чему? Тем не менее, когда Шталфенберг улетел из Волчьего логова, из Вольфшанца, он-то считал, что дело сделано. — Да, да. — И операцию «Валькирию» запустили, то есть пытались запустить. И кое-где она прошла достаточно успешно, например, во Франции. — Вот здесь возник как раз сбой. И этот сбой произошел... Вот он показан в фильме, но фильм он показан немножко по-другому. То там, кстати, в фильме небольшой, маленькая-маленькая ошибочка, но она не играет тоже никакой роли для понимания этого всего. — Вы вообще, извините, я перебью, здесь у нас много вопросов. — Да, фильм сделан очень близко к тексту, там есть не значит... То есть, конечно, историю не надо изучать по фильмам, я так скажу, лучше почитать какую-нибудь литературу. Но фильм передает полностью весь ход событий. Просто там купированы некоторые события, но чтобы он был более динамичный. — Ну, понятно. И в тот момент, когда покушение не произошло, Фельдгибель, он должен был позвонить на Бендлерстрассе, Ольбехту, и сказать, что Гитлер убит, покушение произошло, Гитлер убит. И тут в этот момент Фельдгибель видит, что покушение произошло, а Гитлер не убит. Соответственно, вот нерешительность генералитета, она вся в этом. Что решил сделать Фельдгибель? Он должен был позвонить, сказать, произошло покушение или нет. Но подразумевалось, если покушение произошло, то Гитлер погиб. Он видит, покушение произошло, и Гитлер не погиб. Что сделал Фельдгибель? Он не стал звонить. На Бендлерстрассе сидят люди, ждут сигналы. И в этот момент Гитлер неожиданно принимает решение. Позвонить Геббельсу и объявить на 2 часа полное радиомолчание вокруг Волчевологова. Почему? Ведь, в принципе, играет на руку заговорщикам, так сказать, ничего. Нет, Гитлер объявил на 2 часа. Он хотел посмотреть, что будет развиваться события. И на 2 часа он объявляет молчание. И на Бендлерстрассе сидят люди и не знают ничего. Они не знают, произошло покушение или нет. Они не могут отдать сигнал Валькирии. Потому что 15 числа, за 5 дней до этого, они отдали приказ Валькирии. Когда Штоффенберг должен был совершить покушение, и все было нормально. Приказ Валькирии был отдан за 2 часа до покушения. К моменту покушения войска были приведены в боевую готовность, стояли на ключевых постах. В этот момент покушение не состоялось. Пришлось сказать, что это был учебный приказ. В результате Фром устроил Ольбрихту грандиозный разнос. И они уже не могли больше объявить якобы учебную тревогу для Валькирии. Они ждали, когда будет результат покушения. И только в 15.30, когда Штоффенберг уже был в воздухе, то есть он уже даже не в воздухе был, он уже на подлете был в Берлину, смогли с Бендлер-страсса, генерал-лейтенант Тилли смог соединиться с составкой и узнать, что покушение все-таки произошло. Причем он узнал только это, что покушение было. Все. И вот тогда на Бендлер-страссе начали делать подготовительные мероприятия при отдании приказа Валькирии. Уже в 16 часов, то есть через полчаса, Штоффенберг приземлился в Берлине. Ну, соответственно, не в Берлине, а под Берлином, на аэродроме. Он позвонил на Бендлер-страссе сразу и сказал, я видел, как Гитлер погиб. Он сразу сказал, я видел, как Гитлер погиб. И вот после этого только и началась раскручиваться операция Валькирии. То есть в 16 часов, в 4 часа. Это прошло 3,5 часа. Время было, в принципе, потеряно. Но, тем не менее, что время было потеряно. Несмотря на то, что заговорщики умудрились, это был совершенно нонсенс, они умудрились не поменять офицера ответственного за пункт связи, а он оказался, в общем, совсем не заговорщиком и просто решил там, какие-то телеграммы он задержал, какие-то специально перепутал. И в результате, в общем, хаос небольшой возник. И, несмотря на это, в двух местах заговор в общем имел успех. То есть в одном он имел полный успех, в другом имел относительный успех. Значит, во Франции, в Париже, в течение, значит, ну вот начали поступать приказы, там примерно с 15.30, значит, примерно с 6-7 часов вечера до полуночи силами вермахта было арестовано порядка 1200 человек. То есть было арестовано все руководство СССР, все партийное местное руководство. В общем, все привержившиеся режимы были арестованы и посажены, соответственно, в отели, так сказать, преоборудованные в места заключения. Причем никто не оказал никакого сопротивления. То есть вообще ни одного убитого не было, там стрельбы не было, вообще ничего не было. В Париже командовал войсками генерал фон Шюльпнагер, который был посвящен в детали заговора. И он действовал не как честный военный, получивший приказ Валькирия, а он действовал как заговорщик, который знал, что он получит приказ Валькирия и будет делать вид, что он честный военный. И вот тогда-то все получилось, когда командир округа, командующий округом, командующий войсками в Бельгии и Северной Франции, когда он знает, что он заговорщик, делает вид, что он не заговорщик, всех убеждает, что он не заговорщик, что он действует правильно, и он обладает командной властью. Все проходит великолепно. Примерно то же самое получилось в Праге. Хотя там, соответственно, в нынешней Чехии, имперский протекторат Богемия и Морайя, там командующий военным округом не был посвящен в детали заговора. Но в детали заговора был начальник его штаба. И, получив приказ Валькирия, он пришел к своему шефу и сказал, вот надо действовать, Валькирия. Сказал, а кто там этим занимается? Говорит, полковник Штаффенберг, граф Штаффенберг. Он говорит, а, граф Штаффенберг, я помню его, это хороший человек, он честный офицер, давайте выполнять. И начальник штаба, приняв на себя основные мероприятия, начал все делать. И тоже все шло очень хорошо. Правда, там было значительно меньше времени, и в результате тоже все очень быстро прекратилось. То есть, как только поступил приказ из Ставки от Кейтеля с тем, что приказы из Бендлерстрасса не выполнять, в принципе, по всей Германии выполнение приказа Валькирии прекратилось. Константин, вот такие здесь вопросов очень много, но, значит, мы говорили, что военная составляющая, это верма. Но все-таки были хотя бы отдельные люди какие-то, ВСС, там, в Дестапо, которые были среди заговорщиков и поддерживали? Отдельные, вот, скажем так, в личном порядке, конечно, были. Я уже упоминал командующий полиции, полицей, президент Берлина, граф Хельдорф, обер-группенфюрересса, между прочим. Потом можно упомянуть Артура Нёбе, это руководитель криминальной полиции Главного управления имперской безопасности, группенфюрересса, генерал-литян полиции, который в свое время возглавлял Эдзанс-группу на территории СССР и, в общем, несет ответственность за смерть примерно 70 тысяч наших сограждан. Вот, он тоже был причастен к заговору и погиб. Опять-таки, адмирал Канарис в какой-то... Никто не доказал причастность к Канарису к заговору, но считается, что он был. Были люди, были отдельные люди в Люфтваффе. — Ну, кстати, Гальдер тоже, да, начальник штаба? — Гальдер, он тогда уже отставной. — Он же был отставной? — Да, это, тем не менее, тоже непонятно. — Тоже считается. Можно сказать, что... — Это, правда, верно. — Да, в ряде мемуаров есть воспоминания, что когда Роммель, тогда он... — Да, Роммель. — Да, Роммель, ну, да, ну, к этому моменту он был в больнице, он был тяжело ранен, когда Роммель в разговоре с оберстгруппенфюрером СС Зеппом Дитрихом, командиром Лейпштандарта СС, вдруг спросил, а как вот вы там будете действовать, что Дитрих его заверил, что в случае, если, так сказать, не будет фюрера, я поддержу вас, типа мой гейм, мой фельдмаршал. То есть, понимаете, причастность, количество людей причастных к заговору, оно очень велико, и, естественно, были и в Министерстве авиации, были, так сказать, люди... Ну, в Министерстве авиации были, так сказать, в том числе и там в Красной Капеле был человек из Министерства авиации. То есть отдельные люди... — В Красной Капеле, в смысле, немецкое отделение, Германское. — Да-да-да, там был человек из Министерства авиации. — То есть время у нас тает буквально на глазах. Надо все-таки еще две вещи, я бы хотел обязательно сказать. Первое — это то, что заговор был разрушен полностью и до основания, и репрессии были очень жесткие. — И широкие. — И широкие. — По-моему, где-то тысяча семь человек были арестованы, 200, под 200 человек были... — Да, там даже там больше, потому что возникла такая вещь, что, во-первых, после заговора гестапо пустили в армию. До этого гестапо не имело права работать в вермахте. Тут их пустили. Они, соответственно, произвели массу арестов. Значит, вот порядка 170-200 человек это провели через Народную судебную палату. И, в принципе, считается, что в каком-то отношении к заговору еще 700 человек, порядка 700 человек провели по военно-полевым судам в армии. Но тут очень сложно посчитать... — Именно за заговоры. — За заговоры, да. Или там за панику, там есть какие-то определенные моменты за военные преступления. Не преступления, ну... — Но, тем не менее, вот... — Значит, в принципе, вот этих 700 человек тоже нельзя забывать, потому что какая-то часть из них, она... Кто-то покончил с собой, как, например, тот же самый фон Тресков. Не только он довольно много покончил. — Не только он там много покончил. — Много покончил. — Роммель. Потом маршал Крюгет. — Я сейчас не могу помнить. Кто же, которых пытался покончить с собой и два раза выстрелил? — Штюднагель. Штюднагель. — Он по дороге из Парижа... — И фельдфебель какой-то в него выстрелил там, да? — Не-не-не-не-не-не. Он стрелял в себя. Его вылечили. Он ослеп. — Нет, это другая история. — Это вы Бека имеете в виду. — Бек, да. Нет, Бек покончил с собой на Бендлер-страссе, ему, так сказать, разрешил Фром. Фром, который приказал расстрелять генерала Фридриха Фром, который приказал расстрелять Штаффенберга, Хеффнера, Олюбрихта и Мерца, также был расстрелян за участие в заговоре. Но он был тоже одним из заговорчиков. Приказав потом расстрелять этих, он просто спасал свою жизнь. Ну, естественно, конечно, он пытался. Пытался, почти не спас. Вот, Нёбе пытался организовать... Хельдорф пытался организовать поиски заговорчиков. И последнее, наверное, что мы успеем сегодня хоть вкратце сказать, это всё-таки очень много у нас вопросов, конечно, по поводу Советского Союза, отношения тогдашних советских властей к этому покушению и вообще к Гитлеру. Почему советские спецслужбы, не спецслужбы, организовывали ли они покушение на Гитлера? Вообще, иногда складывается впечатление, что Гитлер, как фигура, не мешал. Он нужен был Сталину. Во-первых, Сталина хотел его взять живым. Да, хотел. И устроить большой суд. И устроить большой суд. Это первое. Второе, это то, что если не стало бы Гитлера... То были бы очень большие политические проблемы. Большие политические проблемы. Ну, то есть непонятно, как дальше вести войну. То есть Гитлер, это был персонифицированный образ врага. Персонифицированный образ врага для и Советского Союза, и для западных союзников. И, в принципе, фактом своего существования Гитлер сплачивал антигитлерскую коалицию. Потому что коалиция была не антигерманская. Коалиция была антигитлерская. И если вдруг убрать Гитлера, то какая будет коалиция? Если вдруг гибнет Гитлер, на его место даже приходят незаговорщики, недемократики, недемократики. Становится Герман Геринг. Официальный преемник фюрера, президент Рейхстага, Гланганович Люфтваффе. И что? И что? Антигеринская коалиция. Антигеринская коалиция. Он начинает переговоры с союзниками. Союзники начинают переговоры с ним. А мы продолжаем воевать. И только войска с Западного фронта начинают потихоньку переходить на Восточный. И, конечно, здесь ведь что получается? То есть не получается, а не советская печать тогда, когда сообщала о покушении на Гитлера. Они сообщали это как бы осуждая самих заговорщиков. Ну, в какой-то степени. Ну, в общем, там было суд, да, что они выполняли волю союзников для того, чтобы повернуть, для того, чтобы заключить сепаратный мир с Западом и повернуть всю военную машину с Советского Союза. Это сохранилось и позже, и после войны, и, в принципе, всё время существования ГДР. Потому что если в Западной Германии Шталфенберг и его группа сразу стали, так сказать, борцами сопротивления, героями Германии, то если почитать исторические исследования ГДР, ну, не говоря уже о наших, то там очень критическое отношение к Шталфенбергу, там выпячивается роль коммунистического подполья, естественно, ну, это положено, да. И там, в общем, Шталф всегда делались огромные попытки, чтобы вот нивелировать вот это значение Шталфенбергу. Нивелировать, и вот согласно таким официальным всяким учебникам, энциклопедиям и так далее, вся эта группировка заговорщиков, независимо от их расхождений внутренних, представлялась как всё равно те же самые нацисты. — Да, антисоветская организация. — Антисоветская организация и так далее. — Да-да, потому что они не были коммунистами, значит, не были. — А, кстати, и последний, может быть, успеть. А западники, там, англичане, американцы, они пытались что-то как-то покончить с Гитлером? — Вы знаете, не так давно был фильм, по-моему, BBC делала фильм «Покушение на Гитлера», вот, и где она раскручивала всю вот эту вот историю, как готовили покушение, как там всё готовят. Ну, в общем-то, ничего не вышло. Ничего не вышло. То есть, как-то такое создается впечатление, что западные союзники декларировали всё время, что они хотят убить Гитлера, но вот как-то вот ничего не выходило. — Вот, но у нас не выходит, к сожалению, продолжить нашу программу. Время наше истекло. Остаётся только пару минут на портрет Тихона Цзитко, а мы с вами прощаемся. До следующей недели. Всего доброго. — До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова